С Вашей точки зрения, кто главный бенефициар всего этого конфликта на Донбассе? Кому он выгоден больше всего? С точки зрения геополитики, он, конечно, выгоден оппоненту, главному оппоненту Российской Федерации. А если брать по столицам, это Вашингтон, это Америка. Хотя, опять-таки, тут бы я тоже разделял. Народ Америки, который тоже во многом пострадавший. Можно же найти в интернете реальную жизнь, реальных людей в той же Америке. Да, есть картинка, есть некий средний класс, а есть разрушенная Америка. Есть миллионные города, которые опустили, Детройт, показательный. Но они, тем не менее, не они, а те, кто захватили власть над Америкой, они используют Америку и американцев для того, чтобы удерживать свою егемонию над миром. И Россия, она другая. Она, в принципе, изначально другая. И 500 лет Россию давят. Если вот брать, там, со времен Ивана Грозного. Со времен, когда Россия заявила о том, что она право имеет. Тогда вот. И ее давят. С тех пор санкции. Вот там говорят о санкциях против России. Господи, я думаю, что русских санкций не пугают. Русские по санкциям 500 лет живут. Мы были частью России. То есть еще при Иване Грозном санкции вводили? Были, да. Они оказались торговли. Они оказались там торговли, ограничения по торговле русскими товарами. И в итоге русскими товарами с Европой все-таки торговали. Но торговали через европейских купцов. И львиную долю прибыли с торговли с Россией имели голландские, гонзейские, английские купцы. Уже тогда Англия, еще не будучи гегемоном, уже тогда она подключилась. Ну, есть же масса версий о смерти Ивана Грозного, о демонизации. Он грозный, Иван Грозный. У нас Грозный, это не terrible, это же не ужасно, как в английском языке. А у них он terrible. А почему он terrible? Ну, говорят, историки подсчитывали, от 8 до 10 тысяч человек было казнено за царство Ивана Грозного. В то же время правил в Великобритании король Генрих VIII, 2 миллиона англичан, были повешены. Но он не terrible, он очень уважаемый человек, он хороший, он отличный, замечательный. Благополучный и добродушный. Он благополучный и добродушный. А terrible, Иван Грозный, потому что кого вешал Генрих? Он вешал простых англичан, которые мешали аристократии наживаться, становиться богаче. Англичане поняли, что можно зарабатывать на шерсти, они еще не поняли, что можно зарабатывать на переработке шерсти, но шерсть. И они тогда начали выращивать овец, продавая шерсть голландским купцам, которые эту шерсть перерабатывали в полотно. Потом англичане отжали этот бизнес у голландцев и сами на этом бизнесе поднялись. А Иван Грозный, 8 тысяч казненных, это кто преимущественно при Иване Грозном? Это аристократия. Это люди, которые давили народ. Народ как раз Грозного любил, Грозного царя. Грозный, Грозный это уважаемый. Грозный это отец семейства. Террибл это скорее всего для аристократии. Террибл, да. Террибл, да. А для народа Грозный. И всякие там Курбские, там прочие как бы иммигранты, они создавали репутацию Грозному, как он. А Грозный работал на Россию и в первую очередь на российский народ. Кстати, посмотрите, насколько уникальный царь Иван Грозный, в отличие от приобретения других царей, приобретение Ивана Грозного до сих пор с Россией. То есть он сделал очень большие приобретения для России территориальные. Это и Казанское ханство, это и Астраханское ханство, это и Сибирское ханство. Причем он же первый туда не лез. Что казанцы, что астраханцы ходили на Русь за эсыри. Они людьми торговали. Тех же крымских татар, вот нас очень любят крымских татар, я ничего не хочу о современных крымских татарах плохого сказать. Но извините, крымское ханство за 300 лет своего существования существовало в первую очередь на работорговле. По подсчетам историков, от 3 до 6 миллионов человек они пропустили через свои рабские рынки. Украинцы в том числе, ну жители современной Украины. Я понимаю, в основном. Ну нет, они доходили и до Москвы. Они доходили и до Москвы, они сжигали Москву. Вот недавно предлагал Чубаров праздновать очередную годовщину сожжения Москвы крымскими татарами. Ну пускай он празднует битву подмолодечно тогда уже, когда Иван Грозный догнал этих татар. И так им врезал, что они больше 20 лет восстанавливали свое мужское поголовье. Когда женщины вынуждены были спать с рабами, чтобы у них мальчики рождались. Потому что Иван Грозный за сожжение Москвы отомстил-то так по-грозному. Из-за этого его в том числе народ любит. Любил тогда, когда он жил и народ плакал за Иваном Грозным. Точно так же, как в 1953 году народ Советского Союза плакал за Сталина. Для кого Сталин был плохой? Для кого? Ну если смотреть по территории, если смотреть по ядерному потенциалу тогда, к приобретенному. Если смотреть по статусу организации примененных наций. Ну и в принципе по экономике. Ну короче понятно. Тут я думаю объяснять никому ничего не надо. И наверное поэтому хотят внедрить всеми правдами и неправдами. Закон, который вообще запрещает даже позитивно упоминать о нашем героическом прошлом. Как вам кажется? Более того, знаете, есть такой бывший народный депутат Алексей Журавко. Он человек уникальный. Вот я лично считаю его уникальным человеком. Человек вырос в детдоме. И дошел до народного депутата, до представителя Кабмина по делам инвалидов. Почему я считаю его уникальным? Потому что если его увидеть, это действительно ужасное зрелище. Первый раз, когда его видишь, шокирует. У человека нет ног и у человека одна рука. Вот он из детского дома дошел. Да, так вот он обнародовал документ, приказ председателя службы безопасности Баканова. Приказ для подразделений службы безопасности. Работа с историками, работа с науковцами. Смысл этого приказа в чем? Не допускать неправильной интерпретации истории. Нельзя рассказывать, оказывается, какие-то вот давать интерпретации, что, ну как поинтерпретировать факты иначе, я не могу. Вот смотрите, бандеровцы с 45-44, ну со освобождения Украины, до конца 50-х, пока их более-менее переловили, они уничтожили, убили 30 тысяч граждан. Вот сейчас говорят, военно на Востоке 15 тысяч. Вот эти убили 30 тысяч мирных граждан. В эти 30 тысяч не входят сотрудники НКВД, бойцы истребительных батальонов, военнослужащие. Это мирные граждане, гражданские. Это колхозники, представители колхозов, это комсомолы, участие в общественной организации, медсестры, врачи, учителя, дети в конце концов. 30 тысяч человек. Как их называть? Ну вот как их называть? Они преступники или кто? Или 30 тысяч, это нормально. Они убили медсестру, изнасиловали медсестру ради майбутнього Украины, бо они боролись за майбутнього Украины. Они насилуют медсестру для того, чтобы в Украине... А они говорят, нельзя это интерпретировать. Это герои, понимаете? Это герои, это были змагания за незалежность Украины. Я спрашиваю, вот этих змагальников за незалежность Украины, я с этими избушниками тоже разговаривал. Говорят, ну хорошо, незалежники, класс. На входе в эту незалежность 52 миллиона. Сейчас сколько имеем? Говорю, у вас информации больше, я могу оперировать разными цифрами, могу сослаться сейчас 30 миллионов... Проще всего на риндекс хлеба, 32 миллиона. Да, есть хлеб, по хлебу там около 20 миллионов. Причем если потребление хлеба меньше, чем, допустим, в России или в Германии. Это тоже как бы неправильно, потому что, когда все продукты дорожают, люди обычно на хлеб переходят. Где люди? Вот это вот, это, это, это с добуток незалежности. Там встречался как-то совсем недавно в эфире с польем пригласили на украинский канал, начал кричать про Голодомор. Но там особо говорить не получается, потому что он орет, ведущий тоже немножко не в ту сторону, он не объективно модерирует. Голодомор, хорошо. Голодомор. Там даже если ваши 100-500 миллионов, правда, они там рассказывают, 7 миллионов, там еще что-то такое. Вот ваша незалежность. Кстати, против незалежности, вот цифры... Потеряли больше. Да, потеряли больше. Кстати, против незалежности, незалежность не поддержали 13 миллионов человек. Вот говорят, кто не поддержал незалежности, тот злочинец. Так что 13 миллионов человек, злочинец. Ну, кто-то проголосовал на референдум и против, а кто-то на референдум не пришел. Но он не пришел к этой позиции. Он не поддержал. Не поддержал. Тогда, в принципе, по закону можно было и не поддерживать. Тогда, кстати, на закон наплевали, если будет желание, можно будет отдельную даже программу сделать по референдуму 1991 года. Я думаю, это будет интересно, но в следующей программе, потому что время у нас, к сожалению, ограничено.